В субботний выходной Кингисепский молодежный клуб «Лаборатория идей» на время превратился в дегустационный зал. Здесь прошел третий городской конкурс национальной кухни. Свои блюда на суд жюри представили пять конкурсантов-участников. Работа повара часто сравнивают с работой художника, и это действительно так. Из рук искусственного повара выходят настоящие произведения искусства, доставляющие радость людям. Кто из вас не проходил восхищение, листая полинарную книгу с иллюстрациями? Странная вещь. Человек так устроен, что не задумывается о многих вещах в суете своей повседневной жизни. А ведь в ней присутствует то, без чего, в принципе, мы не можем обходиться. Из поколения в поколение передавали люди друг другу опыт приготовления пищи. Это настоящая наука, которая развивалась вместе с человеком. В каждой стране свои традиции, своя кухня с особыми рецептами. В каждом государстве есть национальное блюдо, которое любимо больше других, которое едят чаще и угощают им самых дорогих гостей. Представляю первую кухню. Это русская кухня. Русская кухня вполне можно назвать знакомой или незнакомой. Она вобрала в себя множество традиций. От татаро-монгольских до французских. И считается одной из самых разнообразных в мире по количеству рецептов и рецептуре блюда. За русское направление в конкурсе отвечала Зоя Яковлевна Кайзюрова. Быть своим представителем в кулинарном состязании она делегировала сына Андрея. Матушка просила извиниться за то, что она не пришла. Человек пожилой живет за городом, поэтому тяжело. Но все, что дала, я довез. Хочу вам представить. Честное слово, все. Все на месте, можете проверить. На столе характерные для русской кулинарной культуры соленья. Их выгодно дополняют сибирские пельмени. Главный секрет рецепта – соотношение ингредиентов фарша и теста. Удачно подобранные пропорции отметили и члены жюри. Очень приятно сравнить пельмени магазина с пельменями настоящими и понять, в чем разница. Почувствовать, что разница называется. Когда они скрипят на зону кости грещи, когда жилы не попадаются, когда тесто нежное. И вот действительно даже такое ощущение, что меньше, чем мясо. Блюдо по швейцарским традициям приготовил Шамиль Мамедов. На самом конкурсе ему, к сожалению, побывать не удалось. Отсутствовал по уважительной причине. Баловал своими кулинарными шедеврами свадебных гостей. Зато зрители конкурса с удовольствием погрузились в историю горной страны Кабардино-Балкарии. Ее вместе с собственноручно приготовленными хычинами представила Елена Садикова. Так как это балкарское блюдо, буква К, в отличие от болгарского, они живут в горах. То есть кабардинцы на низине, балкарцы в горах. И они, наверное, так как они ближе к солнцу, лепешки, ну, что-то такое, створение солнца. Очень простое блюдо. Могу вам всем рассказать рецепт. У меня так не получается, к сожалению. Вода, мука, соль, картошка и сыр. Мука замешивается в тесто, раскатывается в лепешку. В лепешке делается углубление. Лепешка скатывается в шарик, и в нем делается углубление. Туда кладется начинка. Вы можете туда положить любую начинку. Сыр, картошка, мясо, все, что вам нравится. Но весь секрет в том, как раскатать этот шарик в плоскую-плоскую лепешку. Это должна быть не просто лепешка, а блин. Европейскую кухню на конкурсе представляла Яна Кадыкова. А Ольга Смирнова отвечала за французскую. Она и стала победительницей третьего кингисепского городского конкурса национальной кухни. Второе место досталось мастеру пельменей Зое Козюровой. А третье – представительница горной Кабардино-Балкарии Елене Садиковой. Жюри поблагодарила участников за креативность оформления блюд и вкусовые качества, за наличие презентации и доставленное удовольствие. Призналась, что выбирать и оценивать было очень сложно и очень вкусно. Продолжение следует...